Мемориалы советским солдатам вместо памятников жертвам Голодомора. Первым делом после захвата украинских городов Россия уничтожает культурные объекты. При этом Москва заявляет, что не воюет с историей. В этом видео рассказываем, почему путинская армия так отчаянно борется с памятниками, а также что устанавливают вместо разрушенных объектов. Россия разрушает культурные объекты в Украине ракетами, дронами и бомбами. Часть ценностей страна-агрессор незаконно вывозит, а часть уничтожает после захвата территорий. О том, сколько памятников и культурных ценностей разрушено, сколько вывезено, мы поговорим с общественной культурной активисткой Екатериной Чуевой, а также юристкой регионального центра прав человека Дариной Подгорной. Первый вопрос к Екатерине. Если информация, сколько памятников уничтожила Россия. Точної статистики по зруйнованній кількості объектів або по шкодженній кількості объектів немає. С Донецькою та Луганською областями, на жаль, ситуация сложнее. И с частями окупованных территорий інших областей, которые, власне, потрапили под окупацію уже после 24 лютого 2022 года, моніторингом занимаются разные организации. И разные исследователи, международные организации помогают, потому что единственная возможность, фактически одна из небольших возможностей, это, например, использование сопутниковых снимков для того, чтобы понять, что происходит на определенных территориях. Однако, безусловно, говорить про какие-то точные цифры сейчас неможливо. Можно ли считать культурными объектами, например, памятник жертвам Голодомора? Их уничтожают довольно много. Большинство из них не рассматривали до сегодняшнего момента, как объекты, например, монументального мистецтва, которые должны получать статус памятки, певный защитный статус юридично. Однако, в любом случае, это очень важливые маркеры для местных городов. И поэтому, безусловно, снищение такого рода мемориальных объектов, мне кажется, что это, в любом случае, неприпустимые вещи. Я думаю, что перед Украиной постановлено великий виклик работы с территориями после деокупации, особенно с этими территориями, которые были оккупированы 10 лет, ну, почти 10 лет назад. Поэтому сохранение таких объектов является важным. Теперь вопрос Дарине. Сколько культурных ценностей Россия вывезла с оккупированных территорий? На жаль, в целом количестве нам неизвестно. Кількость, мы можем только представить, которая была вывезена. Есть впечатление, что это около 100 тысяч объектов, только из одного региона, из Харсонского региона. Мы уже мовчимы про Донецкую и Луганскую областей, потому что неведома абсолютно ни количество того, что было там захоплено еще в 2014 году, ни то, что они повыкрадали за период 22-го, 23-го. А возможно ли как-то привлечь Россию к ответственности именно за уничтожение памятников? То, что происходит в Донецкой области, в Луганской областях, что до факта руйнувания, знищения, вывезения. Также абсолютно точно существуют свои криминальные проведения в соответствующих региональных прокуратурах. Там также исследуется, кто что и как виноват в этом, кто початковый процесс почав руйнувания. Есть некоторые дела, которые лежат в Центральном офисе прокуратуры, в офисе Генерального прокурора. На национальном уровне будет наибольшая количество прав, в частности, по культурной спасению. Спасибо вам за разговор. Спасибо вам. Пропагандисты часто говорят, с памятниками никто не воюет. Тем не менее, особый подтекст оккупационной власти увидели даже в мурале Милана в Мариуполе и уничтожили его. Такая же судьба постигла мурал, посвященный борьбе с насилием в том же Мариуполе. О том, насколько сильно пересекаются культура и война, мы поговорим с милитарным историком Василием Павловым. Добрый день, Василий. Как вы считаете, почему в числе первых задач страна-агрессор уничтожает культурные памятники? Параллельно Россия устанавливает на оккупированных территориях свои памятники. Для чего это? На оккупованных территориях за останні два роки Росія встановила величезную кількість памятников, которые связаны с современным российским наративом, например, с культом Александра Невского. Но одновременно они восстановят весь радянский наратив, связанный с годами Другое святое войны. Они вставляют наратив борьбы с нацистами, наратив денацификации. Они пытаются объединять современный наратив борьбы с Украиной до более сталого, более обычного для них наратива борьбы с фашизмом. Спасибо вам, Василий. До свидания. Дякую. До свидания. Вполне понятно, что в числе первых российские оккупационные власти уничтожают памятники, связанные с украинскими силами обороны. Например, в июле прошлого года в Донецкой области был разбит памятный знак ветерану АТО, герою Украины Василию Слепаку. По рассказам местных жителей, первым памятником, который снесли в Каланчике, был мемориал погибшим воинам АТО, потом уничтожили монумент жертвам Голодомора и памятник Шевченко. То есть, например, тоже Шевченко. То есть, это очевидно, что Тарас Шевченко, очевидно, токсичная фигура. Памятники жертвам Голодомора демонтируют на всей захваченной территории. Только в Ивановской громаде Херсонской области уничтожили 14 монументов. Удивительно, что памятник еще выстоял в оккупированном Луганске. Более того, кто-то из местных жителей даже не побоялся положить туда цветы 25 ноября в день памяти жертв Голодомора. А в захваченном Алчевске такой памятник разбили еще в 2014 году. Но люди приносят цветы на руины мемориала. Итак, что же устанавливает Россия вместо уничтоженных памятников на оккупированной территории? Москва идет по простому и незатратному пути. Достает практически из мусора припавшие пылью памятники Ленину. Отжившего свое вождя воскресили в Геническе, Новой Каховке, Мелитополе. А в поселке Белокурино Луганской области на открытие от реставрированного памятника Ленину позвали даже федеральные СМИ. Потому что это история нашего района. Памятник здесь был и он должен быть. Потому что история, это история наших детей, наших внуков, правнуков, дедов, которые воевали в то время. В особом почете у оккупационной власти памятники, связанные со Второй мировой войной. Конечно же, на захваченных регионах ее называют исключительно Великой Отечественной. На захваченном Мариуполе открывают памятник работникам Азовстали, погибшим во время Второй мировой войны. Он был разрушен весной 2022 года. Россия привлекла к восстановлению строителей из Московской области, которые проявили особый креатив. Правда, группировка ДНР оправдывается. Мол, вернулись к истокам. Ведь серп и молот был на монументе и раньше. Его демонтировали в начале 2000-х. Помимо возвращения и забвения памятника в вождю коммунизма, Россия устанавливает на захваченных территориях и новые так называемые образцы культуры. Но тематика здесь сжата до предела. Все памятники связаны с войной и теми, кто принимал в ней участие. Так, Волчевские установили 9 стел в память металлургов, погибших в боях. А в центре Донецка появился мемориальный комплекс, как его назвали, «Защитником Донбасса». Идея памятника довольно проста. Солдат с оружием в руках. Инициировало проект Российско-военно-историческое общество. Его основали в 2012 году указом Путина с целью популяризировать военную историю. Буквально несколько дней назад с легкой руки этого же общества в поселке Видное Луганской области на месте массового захоронения солдат и мирных жителей, погибших в ходе войны, открыли мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасс». Апогеем в восстановлении памятников для группировки ДНР стала реконструкция Саур-могилы. Летом 2014 года за контроль над Курганом шли бои. В результате обелиск и фигура солдата были разрушены, а пилоны и барельефы повреждены. Минобороны РФ объявила о реконструкции объекта. На открытии Саур-могилы выступали ярые приверженцы так называемой СВО Григорий Лепс и певец Шаман. Россия, вероятно, так гордится этим мемориалом, что после реконструкции уже снимает там фильм. О том, насколько ценны памятники, уничтоженные Россией, и имеет ли культурный вес то, что устанавливают вместо них, мы поговорим с историком, критиком и куратором современного искусства Константином Дорошенко. Добрый день, Константин. По вашему мнению, насколько ценно то, что уничтожила Россия? А те монументы, которые оккупанты устанавливают, если отвлечься от контекста войны, эстетичны ли они, имеют ли они какую-либо культурную ценность? Ну, те, что строит Россия на оккупированных территориях, это монументальный носитель пропаганды. До этого не можно ставиться, как до витворения мистецтва, или культурного искусства. Те, что строит там, я бы это назвал таким пострадянским манеризмом на вколо сумещи Российского имперского стиля и стиля социализма, в его таком выкладе, уже достаточно выхолощенном в прежневских временах. Это спекулятивные объекты. Спасибо, Константин. Хорошего дня. Рознаю. Каждый эксперт, с которым мы обсуждали тему памятников, уверен, после освобождения территории, объекты, установленные Россией, нужно демонтировать. А часть из них, возможно, стоит перенести в Музей истории оккупации. Если такие будут. Такое себе напоминание о военной агрессии, с которой столкнулась Украина.